Здравствуйте, уважаемые зрители! 21 января исполнится 100 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата, основателя и руководителя первого в мире социалистического государства, Союза Советских Социалистических Республик, нашего самого знаменитого земляка Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Сегодня наша беседа состоится в квартире музея семьи Ульяновых со старшим научным сотрудником Людмилой Ивановной Бенгиной. Людмила Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Предлагаю сначала поговорить об экспонатах, которые хранятся в фондах Ленинского мемориала и когда-то находились в траурном зале в постоянной экспозиции Ленинского мемориала до его ремонта. И вот когда, и как, и кем были сделаны маска, посмертная маска Ильича, с лепки кистей рук, да, и для чего вообще все это делалось? Да, действительно, посмертная маска и с лепки с кистей рук хранятся на сегодняшний день у нас в фондах. Когда будет новая экспозиция, они, естественно, вернутся уже в обновленную экспозицию. Это один из очень важных, главных экспонатов, поскольку это подлинники. Сделаны они были 22 января 1924 года. Все мы прекрасно знаем, что 21 января в этом году исполняется ровно 100 лет, как умер Владимир Ильич Ленин. И когда стало известно о смерти, Мария Ильинична в 7 часов позвонила в Кремль и сообщила, что Ленина больше нет. Была создана правительственная комиссия, которую возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский. И одним из пунктов, которые наметила эта правительственная комиссия, это было отправить скульптора Меркурова в горки для снятия слепков с кистей рук и маски с головы Владимира Ильича Ленина. Скульптор Меркуров приехал в горки и практически он всю ночь работал, выполняя эту работу. Таких масок было сделано две, одна из которых хранится у нас. А вот что касается слепков с кистей рук, их было сделано не одна, не две и даже не три. А по количеству членов правительства их, ну я уж не знаю, в подарок, не в подарок, на память, были преподнесены вот каждому из входящих в состав правительства. Тот экспонат, который был у нас представлен в экспозиции, мы можем с точностью утверждать, что он принадлежал Михаилу Ивановичу Калинину. Поскольку если перевернуть слепок, там прямо есть М.И.К. Ленин. Надо сказать, что у нас хранится еще один слепок, то есть с кистей рук. То есть у нас два таких экземпляра в наших фондах. Маска одна, а слепка с кистей рук два. Ну вот кому принадлежал второй экземпляр, непонятно. Там не указано ничего. Да, там не указано. Так, отчего же все-таки умер Ленин? Чем он болел? Ну, тема такая весьма интересная. Особенно, когда вот в преддверии очередной даты, связанной со смертью Ленина, очень много всевозможных и статей выходит как раз как бы к этому периоду. И не всегда они содержат достоверную информацию. Вообще, если, конечно, посмотреть на то, как болел Ленин, то даже врачи, которые его наблюдали, которые его лечили, все сходятся, все были едины в одном мнении, что болезнь у него протекала весьма своеобразно, весьма необычно. То есть вот характер и течение болезни, они не укладывались ни в одну, вот как бы общепринятую формулу, да, течения болезни. И вообще, если посмотреть, как болел Ленин, можно разделить эту болезнь как бы на несколько периодов или этапов. Вот. Как только происходило очередное обострение, нарком здравоохранения, в то время им был Семашко, он приглашал самых лучших врачей и наших, да, русских врачей, и европейских светил, которые наблюдали, которые делали всевозможные анализы, которые назначали лечение. Но, и вот, наверное, чем больше врачей, тем больше было, тем больше путаница возникала, вот, и тем больше, наверное, как бы противоречий в выработке какой-то единой стратегии и тактики. Но, что касается, было поставлено изначально как бы три диагноза, вот, изначально, когда, поскольку болезнь проходила весьма необычно, ну, например, она, первые признаки, которые проявились в 1921 году, это головные боли, головокружение, потери сознания, ну, непродолжительная потеря сознания, быстрая утомляемость. В общем-то, это, конечно, бессонница, которая очень серьезно мучила Ленина. И, естественно, врачи сходились на том, что это просто неврастение, это переутомление. На это, как бы на эту причину указывали и наши врачи. Очень известный терапевт, профессор Гетье, который, кстати, лечил и Троцкого, он был уверен, что это переутомление. И приглашенные европейские светилы, и Ферстер, и Климперер, они тоже считали, что это переутомление, это неврастение. Здесь мнение было едино. Да, здесь мнение было едино. Поначалу. То есть никаких органических изменений, а тем более в головном мозгу, они не находили. Но это середина 1921 года. Когда только эти признаки стали проявляться. А вот первый такой, ну, в общем-то, может быть, это действительно было и как бы имело под собой основания, поскольку все-таки он действительно очень много работал. Вот если, например, по воспоминаниям Марии Ленишны, которая, вы знаете, она очень много времени проводила, когда Ленин болел, и так была его прям помощница очень такой большой. Она, например, пишет о том, что если, например, взять даже один день, 23 февраля 1921 года, вот в этот день Ленин присутствовал на 40 совещаниях. Он руководил, он был глава правительства, он руководил этими совещаниями. Кроме того, он давал распоряжение, он писал постановления, и помимо этого, он еще принял 68 человек по разным вопросам. Вот как вы думаете, для нормального человека? Это вообще нереально, мне кажется. Нереально. А у него это повторялось изо дня в день. Тем более, если учесть, какая сложная обстановка была на тот момент в стране. Естественно, и не только в стране, ведь вот революция, потом гражданская война, потом надо было как-то выводить эту страну из того кризиса, в какой она попала. То есть смена как раз вот этот период, 21-й год, это очень ответственные годы в нашей истории, в жизни Ленины в том числе. То есть смена военного коммунизма и ведение новой экономической политики. Вот вы знаете, если бы эту политику предложил кто-либо другой, а не Ленин, его просто бы сочли предателем и стреляли. То есть вот представляете, насколько сложно было ему все это объяснять, доказывать, проводить в жизнь. Поэтому, естественно, нервное напряжение было очень-очень серьезным. Но вот уже, что касается, например, марта 22-го года, у Ленина появились какие-то такие признаки очень такой серьезной неврастении, когда они мешали ему буквально работать. И поэтому еще появились навязчивые идеи. То есть вот если врачи говорили о том, что ему надо только отдохнуть как следует, и все восстановится, и все пройдет, то Ленин был почему-то уже как-то уверен, что он очень серьезный, тяжело болен, и что ничего хорошего ждать нельзя. Вспоминал, как ему когда-то один из крестьянок сказал, что ты, Ильич, умрешь от кондрашки. Когда он спросил, а почему? Говорит, а шея у тебя больно короткая. То есть когда вот этот отдых не дал каких-то ощутимых результатов, отдохнул человек, вроде как отдыхает, а улучшения в состоянии здоровья не произошло. Здесь появился уже второй диагноз – отравление свинцом от пуль, которые у него... А у него две пули, да? Да, которые у него остались после ранения. В 18-м году. Да, в 18-м году, 30-го августа, он выступал на заводе Михельсона, и тогда были вот эти вот выстрелы знаменитые произведены, и две пули осталось. Кстати, тогда он тоже буквально выкарабкался, да, вот... Чудом, да? Да, чудом выжил, и, кстати, восстановился он очень быстро. Он восстановился очень быстро, приступил к работе, но вот как раз западноевропейские врачи, они считали, что происходит отравление свинцом. Ну, и Ленин, в принципе, считал, что это не так, не так на самом деле, но чтобы вот успокоить, он согласился на то, чтобы удалили одну пулю в правой надключичной области. Действительно, эта операция была проведена 23 апреля 1922 года. Он в Поткинской больнице, тогда она называлась, Солдатенского, специально пригласили врача немецкого Борхарта, который провел эту операцию, подержали его день еще в больнице, и дальше он приступил к непосредственному исполнению своих обязанностей. Однако это тоже не повлияло никоим образом, да, на улучшение состояния здоровья, не отразилось никак. И вот тут, как на то время, сто лет назад, если не ясна этиология, да, если непонятно лечение и вообще, как развивается болезнь, что надо искать, как тогда говорили, причину в чем? В сифилисе он многосторонен, он многогранен. И вот тут возникла идея вот такого сифилитического поражения. Да, версия. Версия была сифилитического поражения мозга. Но тут, во-первых, действительно эта идея возникла. И, кстати, потом ее очень серьезно и проверяли, поскольку и бытовой, и наследственный аспект здесь рассматривался. Ну, наследственный аспект, там снарядили экспедицию, проверили дедушек, бабушек, в общем, всех, кого можно было. Но поскольку действительно были заинтересованы в том, чтобы найти все-таки причину столь необычного течения болезни. Вот. И впервые, вот, кстати, впервые именно профессор Крамер выдвинул идею мозгового заболевания у Ленина. Произошло это 28 мая, как раз вот 25 мая, где-то 23 мая 22 года он уехал в Горки. Вот. А вот 25 мая стал чувствовать себя очень плохо. Но профессор Гитте, который в то время находился там, Осипов Гитте, там ведь постоянно при нем были врачи. Профессорок там уже. Да, да, не просто врачи, я говорю, не обыкновенные врачи, а хорошие профессионалы, специалисты. Он посчитал, что это, ну, что-то связано с желудком. Да, но поскольку там и такие признаки, как работа, и головокружение, и кратковременная потеря речи, и порызы правой руки. Вот. Все это было. И вот когда Крамер 28 мая приехал и осмотрел Ленина, вот у него тут впервые он выдвинул предположение, что у Ленина именно мозговое заболевание и вот эта вот кратковременная потеря речи, вот, связанная с тем, что нарушена функция головного мозга, который отвечает за речевые вот эти вот инстинкты. В общем, это первый такой очень серьезный был приступ у Ленина, да. Но надо сказать, что вот это и потеря речи. Ведь тогда вот и он сосчитать-то не мог, да, и выпали некоторые понятия из его речи. Он потом даже сам Троцкому говорил, вот, удивительно, как это вот так устроен человеческий мозг, что не помню, и все, не помню, не могу. Вот. Но однако все это быстро очень восстанавливалось. Вот что еще врачей смущало, да, что восстанавливалась та же самая пара из рук, рук, ног, восстанавливалась речь, и что вот Крамер отмечал, что его больше всего смущало, и что ну никак не вписывалось вот в картину атеросклероза, да, сосудов головного мозга. Это то, что до самой последней, вот, как бы, до самого последнего времени сохранялся профессиональный интеллект. Ленин быстро восстановился вот после этого приступа. достаточно быстро, он в это время находился в горках, вот, и уже, естественно, под наблюдением врачей, ему отдыхал, лечился, разрешили ему приступить к работе. Он с 1 октября, ему было разрешено, 2 октября он приехал в Москву. И вот опять очень такой действительно серьезный, сложный прием. Да, напряженные работы, очень напряженные, и выступает, и проводит совещания, и заседания. Вот даже выступил на конгрессе Коминтерна, час 40 длилась его речь о пятилетии российской революции. И последнее публичное выступление Ленина относится к 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета. Это было последнее публичное выступление Ленина. В декабре случился, в середине декабря случился уже второй приступ болезни. Вот, и здесь пленум ЦК постановило, что должен, как бы, наблюдать за тем, как выполняет предписание врачей Ленина. Сталина поставили. В общем, с этого момента начинается полная политическая изоляция. То есть его изолирует политический тело. То есть с 22-го года, с конца 22-го года. Да, с конца. То есть даже не с конца, а с середины 22-го года у него появился, тоже вот на фоне вот этих вот непонятностей, которые у него происходили, у него происходит порез правой руки. Вот, но он понимает, что происходит что-то очень серьезное. И с 23-го декабря по 5-е марта 23-го года он диктует, как бы, то политическое завещание, где последние статьи и письма, которые мы все прекрасно знаем. То есть ему было разрешено диктовать по 5-10 минут в день. Были стенографисты, секретари, которые записывали. Вот, ну и на сегодняшний день мы знаем, да, это как политическое завещание Ленина. И вот 6-го марта ухудшение, 10-го марта 23-го, 1923-го года еще один очень серьезный. Третий. Третий, да. Третий. Всего четыре, но четвертый был последним. Вот десятый. То есть это, если на современный язык переводите, то это инсульты были? Ну да, это были такие инсульты, потому что потом, вы понимаете, почему вот врачи никак не могли определить, что же это за заболевание, и вот были разные версии. Вот тут и обсуждалась болезнь Альцгеймера, и болезнь Пика, и рассеянный склероз. Но если это как-то сразу все отметалось, то вот атеросклероз, которые все-таки, да, вот они придерживались, что что-то происходит именно с сосудами головного мозга, почему они, как бы, в картину не вписывалось, то, как проходила эта болезнь у Ленина. Вот эти кратковременные явления и быстрое восстановление после болезни. Ведь если инсульт, то он как бы идет вниз, да, по накатанной. А здесь болезнь проходила как бы волнообразно, вот что врачей и смущало. И вот, например, тот же профессор Крамер, он, наблюдая за Лениным, он как раз и говорил, что вот эта болезнь, вот почему он предположил мозговое, да, мозговое заболевание у Ленина, но именно не нарушение вот этих вот магистральных крупных сосудов, а именно мелких сосудов головного мозга, отсюда и идет нарушение речевые, порезы правой кисти руки, там, ноги, вот. И в результате, конечно, когда Ленин умер и было проведено вскрытие, то, естественно, тут уже было понятно, что Ленин умер от той же самой болезни, от которой умер его отец. И если вообще вот посмотреть по тому, от чего умирали у Лениновы по линии отца, Ильи Николаевича, да, вот, Илья Николаевич скоропостижно скончался, да, в возрасте 54-х лет, вот, кровоизлияние. Возраст практически один и тот же. Практически одинаковый возраст. Именно, в принципе, от этой же болезни скончался Владимир Ильич, от этой же болезни скоропостижно скончался Мария Ильинична Ульянова, да. Да, вот, в принципе, очень серьезным заболеванием вот этой вот системы страдал и Дмитрий Ильич. Последние годы он уже не ходил, передвигался на инвалидной коляске и умер в 43-м году тоже от кровоизлияния в мозг. Его сын Виктор Дмитриевич умер в возрасте 67 лет от кровоизлияния в мозг. Конечно, дольше всех прожила Ольга Дмитриевна, младшая дочь и племянница Владимира Ильича, прожила практически 89 лет. То есть, вот, поэтому, вы знаете, в 1969 году вот эти вот документы, которые хранятся, медицинские, да. Была создана комиссия из врачей наших, то есть, ну, уже 69-й год, да, вошли профессор Шмидт, Саркисов, Чазов, это тоже такие имена, да, известные достаточно. И вот они проанализировали вот эти медицинские документы. И, в принципе, действительно пришли к тому, что мнение, которое было в 18-м году, оно, конечно, сыграло свою роль. Все-таки сыграло, да. Оно сыграло свою роль. Ведь при вскрытии было обнаружено именно очень серьезное поражение левой сонной артерии и левого полушария головного мозга, которое и в последующем давало вот такие вот, да, протекания болезни. Вот. А что касается вообще в целом органов, и вот что, например, смущало врачей, почему они не могли поставить атеросклероз как таковой, что их смущало, то, что не было ни стенокардии, не было ни повышенного кровяного давления, а сердце работало нормально, не было нарушений кровеносных сосудов, конечностей. Ленин очень любил ходить. И ходил он всегда много, да, ну, вплоть до, там, 23-го года. Даже потом, когда он восстановился, он все равно пытался ходить. Вот. И вот они пришли к выводу, что вот это ранение, вот эта вот пуля, которая прошла, как и профессор Лурье в свое время, ведь он тоже придерживался именно такой точки зрения, что вот эта вот пуля, она прошла рядом с этой левой сонной артерией, либо произошел какой-то удар, либо очень серьезное поражение кровеносных сосудов, которых там находилось очень много, и вот на стенке вот этой левой сонной артерии стали образовываться тромбы. И вот пока не было перекрыто 80% вот этой сонной артерии, Ленин чувствовал себя нормально. Как только произошло перекрытие 80% и более, то есть кровь перестала проходить, все, начались вот эти проявления болезни. Вот они пришли к такому же выводу. Вот это 69-й год. Хотя вот профессор Шкловский, который тоже изучал эти вот, он был, он придерживался другой точки зрения, он говорил, что это наследственное. Он говорил, что это наследственное. То есть Ленин умер от той же самой болезни, от которой умерли и его отец, и его мать. А как говорил профессор Крамер, который наблюдал леча Ленина и Кожевникова, он написал в своих воспоминаниях следующее, что все выдающиеся люди, они и болеют не так, как все. У них и жизнь особенная, и болезнь у них особенная протекает, не так, как у всех простых смертных. То есть причиной болезни и смерти явилась атеросклероз сосудов головного мозга. Еще версия существовала отравления. Отравления уже не полями, а ядом. Я поняла. Вы знаете... Они эту версию отмели в 69-м году, да? Ну, по крайней мере, нет. Эта версия не рассматривалась. И, в принципе, тут есть... Я не знаю, насколько можно доверять вот этим всем высказываниям о том, что якобы, когда вот у Ленина случился первый признак, и когда к нему приехал Сталин, знаю, что Сталин такой жесткий человек. И именно Ленин попросил у него, что когда вот наступит определенный там, определенный рубеж, чтобы он ему принес яд. Не знаю, насколько вот это соответствует действительности. Хотя, хотя, где-то, наверное, в 90-х годах, если я не ошибаюсь, была статья о том, что действительно вот Ленина травили, что вот прям вот... Ну, и даже был при нем такой санитар рукавишников, на руках которого Ленин умер вот 21 января 24-го года. Вот, то есть есть тот такие воспоминания, что якобы зашел повар, который принес ему там обед, и он передал ему записку, которую он там нацарапал, что меня травят, передай там туда, передай там сюда. Вы знаете, ну, Сталин ведь, наверное, тоже не глупый был человек. Я понимаю, что борьба вот эта внутрипартийная за власть, она велась очень серьезная, но... Ну, не знаю, я как-то... Не очень... По крайней мере, таких документов, которые бы вот явно говорили о том, что Сталин травил Ленина, или что-то вот, что-то там кто-то другой это делал, нет. Вот таких вот нет. А потом ведь все-таки Ленин находился под постоянным наблюдением. У него постоянно, тем более, когда вот возникло вот это вот, такая специфическая, как бы, предположение на специфическую такую болезнь, у него брали кровь из вены постоянно, у него брали спинномозговую жидкость на исследование. То есть постоянные вот эти вот анализы, постоянные анализы были. Тело Ленина после смерти поместили в Мавзолей. Вот по этому поводу, конечно, очень много разговоров, да. А вот кто предложил идею создать этот Мавзолей, да, и вообще историю Мавзолея? Кто автор проекта? Так, ну, даже у вас тут в одном вопросе, как бы, вот, несколько вопросов, и авторы, кто предложил. Вы знаете, вот, по воспоминаниям Боня Бруевича, такие воспоминания тоже есть, вот, где он пишет о том, что в 22-м году, когда Ленин начался очень серьезно болеть, на одном из заседаний Сталин предложил, ну, он говорил, что вот вождь болеет, надо быть готовым, вот, надо быть готовым к тому, что вот, ну, вот, якобы вот идея создания такой специфического усыпанец, ну, он еще там написал, что Сталин человек с Востока, поэтому, в принципе, для него это характерно, вот. Ну, а когда действительно Ленин умер, и была создана вот эта правительственная комиссия, комиссия называлась по организации похорон, и ведь в начале похороны были назначены на 26 января, вот. Но, когда, как я вам уже говорила, было огромное количество людей, желающих приехать и проститься, и они, естественно, сами знаете, какая у нас огромная страна, они, естественно, не поспевали, и вот тут огромное количество писем и телеграмм с просьбой задержать, задержать похороны, чтобы те, кто выехал, могли проститься, вот. И вот здесь возникла идея сохранить тело Ленина, и даже Крупская, которая была там... Сначала против? Да, 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 она, в общем-то, да, согласилась как бы на месяц задержать, вот, чтобы люди, которые выехали, они имели возможность проститься. И, ну, а для того, чтобы проститься, и просто обсуждалась идея, а как разместить тело в закрытом гробу, открытом гробу, куда поместить, то есть вот это вот все было... Ну, то есть вот это все очень серьезно и быстро обсуждалось, поскольку время не терпит, поэтому возникла вот такая вот идея создания усыпальницы, вот такой усыпальницы, куда должны были внести гроб с телом Ленина. Ну, я читала, склеп называли. Склеп, да, склеп, вот. И, в общем-то, автором, вот, будем так говорить, первого мавзолея, поскольку в истории, история мавзолея насчитывает, вот, вот, как бы, когда происходила его трансформация, его изменения, это вот с 1924 года, когда появился, да, 27 января 1924 года на Красной площади появился первый деревянный мавзолей. Ну, будем так его называть, первый деревянный мавзолей. Автором был архитектор Щусев. Вот, поскольку, когда проходило правительственное совещание, и пригласили, и говорили о том, что же, вот, как нам быть, что необходимо, вот, чтобы похоронить Ленина, вот. Ну, Щусев. Он выступил с идеей, да? А? С идеей выступил, да? Щусев сказал, ну, что Владимир Ильич бессмертен, а у нас в архитектуре, вот, вечным является куб. Поэтому вот этот вот куб был взят за основу. И, действительно, ему было поручено разработать проект. Вот он в ночь с 23 на 24 января ходил по Красной площади, смотрел, где чего, как будто ее впервые видел. Вот. И, действительно, разработал проект. И очень быстро стал этот проект осуществляться. Тем более, если учесть, какие морозы тогда стояли. Да, говорят, было очень. Да, что земля промерзла вообще на полтора метра, и что приходилось приглашать тех, кто проводил взрывные работы. Надо было делать это все аккуратно, поскольку там же и могилы борцов за революцией находились у Кремлевской стены. В общем-то, но в срок они выполнили эту задачу поставленную. Они выполнили 27 января. Вот этот вот деревянный мавзолей, он был сооружен на Красной площади. И в день похорон похороны были задержаны. То есть не 26, а 27 января в 4 часа 0,3 минуты. А вот гроб был внесен в этот временный мавзолей, временный скреп. Кстати, который просуществовал не так долго. Уже к концу мая появился новый, тоже деревянный, но уже более улучшенной конструкции, улучшенного вида. Более такой элегантный, если так можно выразиться, здание. И к тому времени работы шли по бальзамированию тела Владимира Ильича Оленина. И он 1 августа распахнул свои двери 24-го года. Был заказан новый саркофаг хрустальный. Хрустальный. Да, да. Автором был архитектор Мельников. И был открыт доступ к телу. Ну, вот уже каменный, когда он гранитный, точнее. Каменный, гранитный, да. Вот гранитный мавзолей. Ну, все прекрасно понимали, что дерево, ну, это недолговечный, да. Недолговечный материал, поэтому... Ну, и потом все-таки Ленин. Вот, естественно, нужно было более такое нормальное сооружение. И уже вот в 25-м году, 9 января, был объявлен конкурс на создание лучшего архитектурного проекта. Он вообще, он не ограничивал. То есть участвовать в нем было можно всем. Абсолютно. Неважно, там, архитектор, художник, рабочий, крестьяне. Неважно, кто ты по профессии. Вот как ты вот видишь, вот, пожалуйста, можно было присылать. Действительно, было прислано 117 проектов. И хочу как раз вот как бы предопределить. Мы готовим к этой дате выставку. Она у нас будет открыта 21 января, воскресенье. Мы, как всегда, это вот такая совместный выставочный проект с Государственным историческим музеем Москвы. И Эргоспи, это вот как раз архив, да, социально-политическая история. Мы с ними очень давно сотрудничаем. И вот на выставке будут представлены несколько мавзолеев. Проектов. Проектов мавзолеев, которые в то время были представлены на конкурсе. Может, интересно посмотреть. Да, вот интересно посмотреть. Потому что, знаете, идея мало того, что это картинки, так там еще и описание. Там еще у некоторых есть целый девиз. То есть это очень интересно посмотреть. Тем более, это вот 25-го года эти проекты. Но ни один из этих проектов не был одобрен комиссией. Ну и, во-первых, уже все привыкли к тому виду, который уже существовал, да, вот в 24-м, 25-м году. И было поручено все-таки архитектору Щусеву создать проект, уже более такой монументальный, красивый, в камне. И вот он тогда тоже. Кстати, Щусевский проект у нас тоже будет представлен. Совсем не такой, какой мы видим. А как же так? Обычный. Но он тоже экспериментировал. Он тоже видел. А, то есть он несколько вариантов. Да, да, несколько вариантов. Да, и у нас они тоже будут представлены на выставке. Ну и в итоге в 30-м году появился тот мавзолей, который мы все прекрасно знаем. Кстати, вообще говорили о том, что этот мавзолей будет строиться чуть ли не 4-5 лет. А построен был всего за 16 месяцев. Вот, да, и надо отдать должность Щусеву. Он сам ездил по карьерам, выбирал вот этот вот материал для облицовки. Там и граниты, и мрамор, и лабрадор. И вообще, вот если его воспоминания почитать, как они там переправляли этот лабрадор с места, где... Ой, это очень интересно, увлекательная история. Но, тем не менее, и было все сделано, и внешне. Там был интерьер по-другому оформлен. Ну, естественно, он был... Вот сегодняшний мавзолей, мы, наверное, даже не представляем сегодня Красную площадь без вот этого архитектурного сооружения. То есть он выполняет сразу несколько задач. Это и усыпальница, это и памятник, это и трибуна. Спасибо огромное, Людмила Ивановна, что вы нам уделили время и поговорили на печальную все-таки, да, дату. Про печальную дату и много интересного, например, я узнала. Рада, что вам понравилось. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова